Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии, как всегда, наши замечательные гости, мои коллеги, друзья, журналист Илана Михаэль и Лазарь Данович. Рад приветствовать вас, добрый день! На этой неделе все израильские СМИ пытались заставить всю страну умиляться рождением сына по имени Ури у министра транспорта нашего Израиля, 55-летний Мераф Михаэль и ее гражданского мужа, 43-летнего юмориста или сатирика телевизионного Леора Шляйна. Ребенок, как вы догадались, родился у срогатной матери, и как написала, я процитирую, извините за длинное вступление, оно необходимо просто. Она написала в социальных сетях по этому поводу следующее. Нам несказанно повезло встретить Келси, прекрасную американскую девушку, которая хотела помочь людям в такой ситуации, как наша. Нам повезло, что мы смогли материально поддержать ее замечательную семью. Это одна ее цитата. Но даже несмотря на не самый юный возраст мамочки и разницу в возрасте между родителями, это как бы их личное дело, мы в это не влезаем. Но есть масса других обстоятельств. И израильские СМИ тоже, не стесняясь, это приводят. В 2017 году в телевизионном интервью госпожа министр сказала следующее. Вы крепко держитесь, сидите, все нормально. Семья – это очень опасная среда для детей. Их должны растить и воспитывать не биологические родители, а взрослые люди, которых государство признает способными и подходящими на роль родителей. Это сказала Мерафь Михаэле, новоиспеченная мама. До этого на протяжении многих лет в многочисленных интервью она заверяла, что ее желание не рожать детей – это абсолютно осознанное решение. А Институт Суррогатного Материнства она нещадно критиковала, заявляла, что это, цитирую, форма торговли телом и призывала тех, кто не в состоянии естественным путем завести детей, усыновить или удочерить малыша. У меня к вам вопрос. Извините, опять же, я еще раз извинюсь за столь длительное вступление. Это классический случай совпадения слов и дел политиков или тут иная история? Лазарь, давай мы с тебя начнем. А, с меня? Ну, вообще-то она сама эта достаточно романтична и коротко объяснила. Она написала, что все дело в любви, и теперь это любовь троих. Моя, моего супруга и нашего Ури. Ури. Вот. То есть, видите, политикам романтизм такого рода не чужд. Мы должны, наверное, порадоваться, что у нас такие нежные политики, особенно левого толка. Вот. И... Ну, смотрите, переобуваться в воздухе, это такая же, ну, нормальная черта израильского политика, что мы даже ничему не удивляемся. Все, переобувался в воздухе. Был правый, стал левый, стал правый, был в одной партии, забыл в какой, но уже в другой перешел. И в это время уже готовил себе место в третьей. Вот. Так что история принципиальности, она, по-моему, весьма сложна в нашей политике, в нашей стране. В нашей политике, скажем так. Вот. Что я хочу сказать? Я злобствовать не собираюсь. Мы не об этом. Вот. Я, честно говоря, хочу... Ее поздравление. Да, хочу ее поздравить, что наконец-то, ну, хотя бы не в 18, но в 55 лет до нее дошло, что семья это все-таки семья, дети это дети, биологические родители. Мне не нравится эта формулировка. Это биологические родители. Это ее формулировка. Да. Что не надо восставать против природы, даже если ты, я не знаю, такая высокопоставленная внучка Кастнера и все прочие заслуги. Не знаю. Понимаете, я хочу вам напомнить фильм один. Вы его, наверное, все видели. Это фильм Александра Аскольдова «Комиссар». Да. Помните, ситуация очень похожа. Комиссар Мейраф Михаэль, ну, в данном случае, в том, это был комиссар... Мордюкова. Мордюкова. Мордюкова, которая забеременев, слезла с коня, ушла от больших кавалерийских дел красноармейских и в нежной еврейской семье родила ребенка. Как она... Помните, как это гениально изложено? Вот как преображение вот этой женщины-солдата. Значит, мы тоже наблюдаем преображение женщины-солдата. Но, правда, есть у меня некоторая... Ну, как сказать, недоговоренность в этом есть. Понимаете, пандемическая ситуация, которую переживает весь мир, лишила фактически всех, почти всех, кто прибегал к суррогатному материнству и делал это не в границах своего государства, а, допустим, там, где-то попроще. Мы еще к этому вопросу вернемся, потому что не так много государств делает разрешено. Да. Вот. Они были все лишены этой возможности. Как и возможности заключить брак за границей. Вот израильтяне, которым не позволено заключать брак на территории государства, где они живут, служат в армии, платят налоги, трудятся. Но жениться и замужем ходить нельзя. Это только... Да. Равенат. Катитесь вон, потом мы посмотрим. Вот. Этого ничего было нельзя. Но когда это коснулось министра, в одну из самых, так сказать, красных стран, по поводу которой было уже несколько сделано жестких предупреждений, что не надо летать в Соединенные Штаты, там бушует уже не только Дельта, а и Южноамериканский штамм. Нет. Четыре Южноамериканских штамма. Четыре Южноамериканских штамма. Но госпоже министру можно было. Ну, она же министр транспорта. Ну, она и воспользовалась транспортом. Илана, я хочу, прежде чем тебе вопрос, задать еще одну цитату из Мераф Михаэля. «Ури ничего не меняет в том, что я думаю о неравенстве, которое превращает материнство в обузу для женщин». Это после уже того, как она стала матерью, она пишет. «Он ничего не меняет в моем представлении, что женщины идеальны и без того, чтобы становиться матерью». Конец цитаты. У меня к тебе вопрос нескромный, может быть, резкий, как к женщине, к матери, как ты любишь говорить. Должны ли израильские органы опеки, вот после вот этих ее публичных слов, после этих признаний, лишить ее права на материнство? Прежде всего. Потому что то, что она заявляет, это в моем представлении, это недопустимо. Может быть, я такой чувствительный, а не она? Ну, давай мы посмотрим на это с другой стороны. Давай мы подойдем к этому с точки зрения ее избирателей. Ведь ни для кого не секрет, что очень долгие годы она проповедовала, собственно говоря, резко феминистские взгляды, в том числе ненужность рождения детей, и воспитание, и полную состоятельность женщины, которой нет детей, с чем я полностью, кстати, согласна, не с тем, что не нужна семья, не нужны дети, но с тем, что, окей, есть женщины, которые по ряду причин не могут в связи с состоянием здоровья детей, и не могут себе позволить дорогостоящее суррогатное материнство, и не все готовы усыновлять или удочерять чужих детей, извините, это очень, по-моему, личное дело, можешь ли ты полюбить такого ребенка, как своего. Поэтому в этом смысле я понимаю, что она хотела сказать. Скажем так, что ее паства – это очень большая община, среди которой достаточно много сегодня и женщин, которые решили для себя, что они не хотят детей. Сегодня есть даже такое движение, оно есть не только в Израиле, это право, это личное право, иметь или не иметь. Лично право каждому. То, что госпожа Майрав Михаэль меняет свои мнения на ходу – это, конечно, смущает. Меня это очень смущает, потому что, возможно, она сегодня и сама жалеет о том, что она говорила раньше. Возможно, что ее спутник жизни сказал ей, что пришло время ему завести ребенка, например, и он имеет на это полное право. Мы же не знаем, как складываются их личные отношения. Может быть, это было сделано с целью не потерять его. Много чего может быть. Другое дело, что было сказано очень много лишних слов и ненужных. То, что органы опеки должны или не должны, понятно, что она будет хорошей мамой. Если она не будет хорошей мамой, он будет хорошим папой. И у него, у ребенка, будет хорошая няня, и бабушки, и дедушки. И вы уже понимаете, что этот ребенок не вырастет на улице, и не вырастет обделенным ничем. И будут им заниматься, и будут в него вкладывать, и будут его воспитывать. Но ее слова, да, я тоже зачастую думаю, что мне трудно понять и трудно поддержать все то, что она говорит. Но вот она говорит, вот у нас политики говорят все, что им вздумается, а может быть, потом думают. Или не думают. Скорее всего. Но это, возможно, у нее были чувства, поэтому она так и вначале написала, а потом и стала думать. Но у меня еще одна цитата для вас, для обоих. Я хотел бы ваши комментарии по этому поводу. Она пишет, это была долгая дорога, полная попыток. Я рада, что прошла этот путь. Теперь я по себе знаю, что это значит и чего стоит. А еще я знаю, что надо изменить в системе искусственного оплодотворения. Это она написала в этом, как сегодня говорят, в посте по поводу рождения своего ребенка. У меня к вам несколько в связи с этим вопросов. Во-первых, случайно ли то, что ребенок у министра транспорта и известного израильского, не знаю, стендаписта или как его назвать, комика, юмориста, сатирика, родился в Соединенных Штатах. А не где-то на Украине, Грузии, Чихии и России. Я назвала страны, где разрешено коммерческое суррогатное материнство. В Соединенных Штатах разрешено всего лишь в нескольких штатах. В остальных запрещено. В Европе запрещено. В Канаде, Австралии, Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции запрещено. Но полностью, даже для родственников, в Таиланде, Непале, Мексике, Индии, где недавно все это было, расцветало пышным цветом, теперь тоже запрещено. У меня вопрос, вот к этой фразе я прицепил, что она теперь хочет изменить что-то в системе здравоохранения. Неужели она пробьет с нашим министром здравоохранения разрешение на суррогатное материнство на территории Израиля? Лазик. Ну, во-первых, я хочу ответить на твой первый вопрос. Рожденный на территории Соединенных Штатов получает американское гражданство. Американское гражданство, совершенно верно. Поэтому выбран не Таиланд. И не Чехия даже. И не Непал. И не Непал. Второе. Будет ли разрешено это в Израиле? Я думаю, со временем будет. Потому что, по большому счету, я не вижу в этом никакого греха. Почему надо ради этого обращаться к условиям Кейси? Но страны в Европе запрещают. Ну, пусть они себя запрещают. Пусть они себя запрещают. Понимаешь? Я не вижу в этом ничего. Единственное, конечно, может быть сильное противодействие с точки зрения религиозной. Но оно уже есть. Оно уже есть. С точки зрения, так сказать, патриархальной традиционной семьи, это, наверное, покажется и будет выражено как несовместимое. Вот. С моей точки зрения, я совсем небольшой прогрессист. Но, тем не менее, я считаю, что в этом нет ничего. Если на это идут, ну, во-первых, на эти траты идут богатые люди, это, конечно, это ведь удел богатых. Да, совершенно верно. Во-первых, удел... Я проверил, что в Штатах это стоило порядка, я думаю, не меньше 100 тысяч. Да, это удел очень богатых людей. Во-первых. Во-вторых, это удел людей, у которых есть возможность обойти какие-то препоны. Вот. И, то есть, людей с серьезным влиянием и связями, вот, чтобы либо ускорить, либо, как-то, я не знаю. Вот. Но то, что деньги, это точно огромные. Вот, мое мнение такое, что, во-первых, я не вижу в этом никакого особенного большого греха. Мы ведь говорим совершенно не об этом. Мы же не о суррогатном материнстве сейчас говорим как таковом. Мы говорим о... О крестом человеке. И даже не это. Мы говорим о том, как политик меняет не только политически, касающиеся партии или избирателей, или государственных каких-то дел, но и вот эти моменты в своей позиции, в своем кредо может изменить в секунду. В секунду. Поэтому как доверять человеку, который вот так, таким образом... Замечательно, что родился ребенок. Замечательно, что они стали родителями. Но что-то меня в этой ситуации немножечко напрягает. Да, я хотела сказать, что... Да, извините, только один штрих добавлю. Ты, отвечая на предыдущий вопрос, упомянула феминистское движение. А вот как быть теперь в этой ситуации тем женщинам, у которых, да, нет столько денег, как у Мирафь Михаэля и ее супруга гражданского, и тем женщинам, которые, да, поверили ее феминистским лозунгам, да, они не обзавелись детьми, да, они какие-то принципы и деньгами одновременно. И мужьями, у которых деньги есть. Ну, во-первых, мужьями обзавестись, это же не собака, которую ты покупаешь или берешь на усыновление. Кому как, кому как ты знаешь. Мужьями обзавестись, это сложная тема. Оставим это сейчас в стороне. Второе, что касается женщин, которые в нее поверили и сознательно лишили себя материнства. Ну, знаешь что? Ну, нет у них мозгов, пардон. Ну, значит, это такое у них было решение. Если они сами для себя не могли решить, будет у них ребенок или нет, им нужна была Мирафь Михаэля, чтобы объяснить. В качестве вождя. Да, что им не нужны дети. Ну, значит, им не нужны дети. Я очень извиняюсь. То, что сейчас полно в игре-тоязычном пространстве, интернет-пространстве, очень резких высказываний в ее адрес, в том числе от членов того сообщества, интересы которого она представляет и так далее. Да, очень много критики, что ты нас разочаровала, ты нас побила. Ну, очень много комплиментов. Как ты могла. Есть и комплименты, но есть и очень много критики. Но я вам хочу сказать, господа, следующее. Может быть, вы не обратили внимания на одну ее фразу. После многочисленных попыток. Это значит, что, видимо, не раз и не два, а много раз она пыталась, видимо, забеременеть и родить ребенка. И, видимо, Господь лишил ее такой возможности. Потому что, если она говорит о попытках, то я, как женщина, могу вам сказать, что очевидно. Она не будет нам всем рассказывать, что там на самом деле, какова ее медицинская проблема и что там произошло. Но если она говорит такую фразу после многочисленных попыток, значит, эти попытки были и не увенчались успехом. И поэтому то, что она обратилась к суррогатной матери, скажу еще раз, я в этом ничего дурного не вижу. Другое дело, что да, пришло время разрешить в Израиле суррогатное материнство, потому что здесь очень много пар. По целому ряду причин. Есть женщины, которые по молодости заболевают раком, до этого замораживают свои яйцеклетки и хотят потом все же ребенка. И имеют на это право. Почему они должны ехать в Грузию или в Чехию или в США. Есть, в конце концов, извините, однополые пары, которые тоже, судя по всему, хотят детей. Но пусть они уже получат эту возможность все. Те, которые по состоянию здоровья не могут родить или те, которые по другим причинам не могут родить, получат возможность сделать это в нашей стране. Потому что это нонсенс, хотя не единственный, конечно, наших реалий политических, что нет такой сегодня возможности. Вот я бы так сказала. А я вам... Можно две копейки? Мне очень понравился текст поздравления, который произнес премьер-министр Беннетт. Адресовав это женщине, матери, лидеру партии АВАДА, в прошлом убежденной феминистке, и уж, наверное, никак не представляющей собой хоть какую-то клирикальную прослойку, вот, он сказал ей, очень хорошо, что родился этот мальчик. Пусть он растет для Торы, для Хупы и для добрых дел. Вот, для Торы обязательно. Да, и сказать такое лидеру социалистической рабочей партии, я думаю... Но он знает, что говорит. У нас мудрый. У нас так принято. Он мудрый. Нет, мне очень понравилось, что он так сказал. У нас так принято говорить, это говорят всем. Конечно. Учитывая ту партию, которую он представляет, или то сообщество, то это естественно. А мне почему-то кажется, что его помощники, которые перепутали раненого солдата с именем его отца... Кстати, сейчас это обсуждают его, по-моему... Он не перепутал, он обратился к нему, а отцу могло показаться, что это он перепутался. Ну, это, я думаю, что уже пресс-служба оправдывается сама, скорее всего. Нельзя знать. Но помощников надо уметь выбирать. Да, помощники, наверное, просто выбрали поздравление классическое. Нет, это говорят всем, но в данном случае это звучало интересно. Ну, разумеется, надо думать. Спасибо. Спасибо за откровенный разговор. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте, главное, здоровы. До новых встреч.